Написано, улучшенный вкус, ты твою ж мать испортишь просто всё. В последние годы к Gamescom относились как к убогому брату Е3. Анонсы смехотворные, демонстрации почти те же самые, что и в июне были, а в этом году вроде бы и ничего. Подают признаки жизни, мухи только вот, правда, летают вокруг. Ну, может из-за погоды, а может из-за тухлого года на игры, они меня что-то совсем не беспокоят. Во всяком случае, есть о чём поговорить. Множественные инди я по большей части всё-таки проигнорирую, уделю внимание только интересным, а может спят. Потому что инди было, как всегда, дофига, потому что надо было забивать время. Оно не то, что похое, как-то совсем его много стало, и трудно в нём копаться, чтобы найти хорошее или отличающееся друг от друга геймплейными механиками, как минимум визуал. Везде стал плюс-минус симпатичный, да, как-то научились. Итак, начнём с первой громкой новости. Это анонс перезапуска Saints Row. Другая банда, другой регион, ценности говорят те же самые. В чём начинаешь сомневаться, когда видишь, ну, вот это. Эй, гайз! Или вот это. Ты видел ролик? Нет? Это, в общем, хипстота. Вышла на прогулку. Кофейку попить и пострелять из базу. Господа, я понимаю, что понятие крутости меняется. Голые щиколотки в любую погоду, зелёные челканы и соевое молоко пришли на смену предыдущим цветым. Мельчают нынче гангстеры, конечно же. Но в очередной раз нам пытаются продать новый улучшенный вкус под брендом старого. Не знаю, как у вас, а я разочаровываюсь всегда в итоге, когда на моём любимом продукте, ну, обычной еде какой-нибудь, написано «Улучшенный вкус». Ты, твою ж мать, испортили ж просто всё. И не хотят в этом признаваться сразу. Удешевили производство. Это тоже такое ощущение, что решили удешевить производство и создать дженерик рандомов из Фортнайта. Там даже костюмчики такие же. Уже пытались ведь с Agents of Mayhem провернуть подобное. Не вышло. Почему сейчас будет иначе? С одной стороны, логично, что «Градус безумия» сбавили до второй или третьей части эссе. А по персонажам они где-то ориентировались скорее на Watch Dogs 2. Вот как раз очень похоже. Но там они как-то больше индивидуальности у них было, что ли? А сейчас ты смотришь, как показывали Redfall, игру новую от Arkane, которая кооперативная, что-то там. Непонятно что, да, где CG-шка была. Там вот эти вот рандомы, типа модные, молодёжные. Так и здесь. Только ещё хуже, по-моему. Так это ремейк или это продолжение? Ребут. Полный ребут. Типа надоело нам вот с этими копаться. Мы уже, говорит, зашли в такой тупик с этим безумием, когда там и дьявол был, сатана, там и прочая хрень творилась. И супергерои. Чё уже? Уже некуда. Надо просто заново начинать. Впрочем, если вам не по душе тёмненькая дамочка на главных ролях, она хотя бы кастомизируемая. Как и раньше всё это будет. И когда показали 20 секунд геймплея, то вроде и то же самое. С поправкой, конечно же, на время. Угоняем на вертолёте машины, фигарим по шарам руками и ливени с пуль. Говорят, бизнес свой строить будем. И отвоёвывать территорию. Ну, то есть, практически всё то же самое. Латинский колорит. Мне нравится. Напоминает Total Overdose. Такая старенькая игра была. Но по какой-то необъяснимой причине больше бирюзовых и фиолетовых взрывов стало. То ли я, дед пердед, опять не могу понять новую эстетику, то ли они отчебучили How Do You Do Fellow Kids. Это как бы нормально. Просто название надо было сделать соответственно. Сой Бой Стрит, например. Или, ой, простите, Сой Гёрл Лейн. Потому что сейчас так нельзя. И там девочек больше. А вот такое, ну, количество дизлайков на ролике говорит само за себя. Ну, давайте поговорим про хорошие игры. Хоть и в рекламе. Хэдис вышла на консолях и сразу стала одной из самых высокооцененных игр. Если вы не в теме, то это роуглайк с великолепной музыкой, яркими персонажами. И, естественно, таким геймплеем, что затягивает на десятки часов. В жанре иначе никак. Залажал в геймплее, значит залажал всю игру. Здесь нет. Здесь всё хорошо. А физическое издание для консоли получилось ещё и насыщенным. Смотрите, у нас тут красивая обложка с фольгированными элементами. 32-страничный буклет с рисунками Джен Ли, арт-директора игры. И код на тот самый саундтрек, который сам по себе очень. На полочке рядом с остальными богатствами очень хорошо смотрится. Правда ведь? Я такие штуки люблю и уважаю. У меня их много. Для фанатов и тех, кто хочет только приобщиться, ссылка в описании. Создатели XCOM, студия Firaxis, ну они вообще-то цивилизацию ещё сделали. Но именно та ячейка, которой занимался XCOM, представили Marvel's Midnight Suns. Тактическую ролевую игру по комиксам, которая, несмотря на очевидные ожидания, не имеет ни одной общей механики с XCOM. Геймплей покажут 1 сентября. Сейчас известно вот что. Управляем мы совершенно новым настраиваемым героем. Назвали охотником. Бодаться придётся с Лилит, матерью демонов и матерью же главного героя. Героиней. Какого вы сделаете? Которая, конечно же, ничего хорошего не замыслила. Плохая тётка, которую надо отшлёпать. Главным героем будет доступно более 40 способностей. Также на заданиях ему помогут другие известные герои. На миссии берём всего троих. Между заданиями ему придётся чилить в хабе и общаться. Строить отношения. Marvel's Dome 2. Шутка, конечно. Там никакой любви не будет. Там всё просто братские отношения, дружба, всё такое. Ну, говорят, что-то весёлое всё-таки происходить будет. Будем узнавать, как это быть друзьями супергероев. Это вроде забавно звучит. Гуттаперчевая Зина будет? Нет. Хотя пока не анонсировали. Сейчас об этом позже. Мы сможем просто узнать получше, кто все эти люди. Новые, может быть, для некоторых персонажей. На самом деле, знакомых всем и каждому хватает. Blade, Росомаха, Странный Доктор, ЖЧ, Капитон, Капитанка Марвел. Надеюсь, здесь я не ошибся. С очередным феминиативом. А то сложно жить стало, непонятно как. И две незнакомые мне дамы. Магика Макдак, ну или Мэджика Ту, Мэджика Ту, Фо Ми Эн Фо Ю, Фо Ми Эн Фо Ю. Просто Мэджика. И дальше Мика Минору. И это 9 из 12. То есть 13 вместе с протагонистом. Про остальных расскажут, видимо, позже. Ростер нравится тем, что ненаглухо заезженных Халков и Черных Вдов засунули. Плюс парочка новых лиц. Для меня, в таком случае. Хороший такой баланс. Плюс Blade, в принципе, всегда приятный гость. Он редко встречается в таких наборах. Геймплей обещает взаимодействие с окружением. Ворвание столбов, куча противников. И нет первого смерти. Я хоть и люблю XCOM, но студии, правда, нужно отдохнуть от нее. И нам, в общем-то, тоже. Слишком много его было за последнее время. А инди помогли. В том числе и инди помогли, что каждый делал... А у нас как XCOM новый, только... И там троеточие, да. Поэтому очень классно, что они пытаются освежить немного тактический геймплей. Как не знаю, но все равно это как минимум интересно. Такая штука может прийтись очень кстати. Плюс комиксовых ребят я, в принципе, люблю. Это интересно, потому что способности. И это такие, опять же, очень разные персонажи могут получиться. Да, у них такая динамика, может, отношения. Классная, потому что они все агрессивные, любят драться. Там Росомах тот же самый. На всех рычать будет, злиться, дубасить. Ну да, это прицеп в каком-нибудь дженерике, да, тактике. Это что у тебя, блин, прикрытие вверх-вниз, стреляя из ракетницы. Да, а здесь... А тут персонажи разномастные, можно придумывать умения вообще всякие. Конечно. И тут вроде как сказали в интервью, что геймплей будет совсем другой. То есть механик общих нет, но тактически. И вот как? Потому что придется явно с толпами работать. Вас мало, а их очень много. Вот так всегда было в X-Coin, это все равно. Но тут, видимо, масштабы чуть побольше будут. То есть вырывание, простите, столбов. Это же уже ж явно по площади орудовать. А если дома можно будет рушить? А если там разрушений, в принципе, будет больше значительно. Интересно, как это будет именно с тактической точки зрения. Можно навернуть, а я надеюсь, все-таки ребята очень толковые и смогут навернуть. В марте 22-го года. А если там много покажет геймплей, я обязательно отдельный ролик и сделаю про то, что там с геймплеем. Потому что уж очень интересно. А что у нас там с Halo Infinite? Несмотря на нездоровую ситуацию в мире, со сцены Клятмина заявили, что игра выйдет 8-го декабря. Все нормально. Показали трейлер первого сезона мультиплеера, который будет, видимо, схожим образом работать, что и раньше будет развиваться сюжет на постепенный сезон. В центре поколение спартанцев с новым вкусом. По первым секундам ролика можно было сразу понять, что спартанцы не просто спасают эту бедную, но сильную и независимую женщину в совершенно определенный раз. Она теперь главная. Ну ладно, а что же у нас там по сюжетной кампании? Ролик, может, покажете. Показать, например, прогресс графический после той самой стыдной демонстрации. И они такие отвечают бодро. Есть кое-что получше. Трейлер геймпада. Хорошая шутка. Но правда, как насчет ролика? Да хоть на 10 секунд. Нам тут чудовища кормить нужно, которые постоянно требуют зрелища. Да не вопрос, вот ролик консоли. Ну ладно, я, кажется, понял эту шутку. А еще на старте не будет коопа. Кто сказал? В смысле? Вы же не думали, что в ламповых пиксельных черепашках ниндзя обойдется без Эйприл? Она теперь не просто телевизионный репортер. Точнее так, она репортер днем, а ночью яростно осаждает в качалке не только грудь машины, но и другие тренажеры. Отчего стала выпуклой не только в привычных местах, а просто везде. Ты ее раздеваешь? Нет, это выпуклость в магаз. Что ты? Пошляк. Но, но. Ой, ладно, это все натужные шутки, конечно же. Просто еще один игравельный персонаж в, судя по всему, очень неплохом битым мапчике. Я очень заинтересован, вы тоже должны, спасибо. Коуфдюди у нас тут показали, которая, ну, как всегда, говорят про реальные истории, которыми они вдохновлялись при создании сюжета. А в геймплее простая советская медсестра спасается по крышам от бушущей войны. А потом такая паркур. Паркур. Ствол на полу, значит, огроменный валяется. Я не знаю, я, наверное, не смогу его держать, в принципе. Ну что мы, один барабан, наверное, килограмм десять весит. Или каждая пуля по кило. Она худенькими ручками держит, как Робокоп. Сначала такая уа-на-на-на-на-на-на-на-на. А потом проламывает деревянные стены плечом. Так-то понятно, что папаша и прочая клюква, но все равно интересно посмотреть на Восточный фронт, хоть и с Полиной Терминат равный. Так же никто не говорит у нас. Ну, в общем, клюква. Папаше у нас обычно говорили в девяностых, подходя к человеку. Да, что-то вроде... Папаше есть закурить? Папаше, да. Ты глухо не мой? Да, да, да. Да и вообще переезд на новый движок, который Modern Warfare 2019 года, это хорошо. И хорошо то, что они стали перенимать излишне серьезный тон той игры. Все такой же попкорн, со зрелищными бомбежками и квартирами напополам, с которых все с пола так съезжают, когда они падают вниз. Вот так вот. Ну и еще и гастрономы есть. Комиссионный магазин и балалайки. Вот одна к стеночке приставлена. Придется играть. Не на балалайки я не умею, поэтому в игру. Слишком любопытно. Call of Duty как вредная еда. Зарекаюсь жрать, а потом как коржик с улицы зизам. Ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам. Наркотики плохо, понятненько. Кроме Полиночки будут и другие герои, если вы переживали. Релиз по расписанию. 5 ноября. Я совсем не фанат убегательно-прятательных хорроров. Однако кооперативный The Outlast Trials неплохая придумка. Мы участвуем в неких испытаниях корпорации Мурков. Судя по всему, нас станут запирать на разных полигонах-лабиринтах, где вы и ваш напарник должны выжить. Компанию составят такие вот милые господа, как вы сейчас видите. Но прятки достали уже, поэтому мины, ловушки, подручные средства. Побольше разнообразия и меньше скриптов, и получится хорошая вариация на тему кооперативной пилы. Попробуем? Я думаю попробуем. Обязательно. Ты видел ролик? Наверное, его не видел, но мне понравилось. Я думаю, что это может сработать. Именно в коопе могут придумать много ситуаций, которые будут несколько разнообразнее, чем беги по коридору, иногда оборачивайся, чтобы узнать, а близко ли он или нет. Ну, я в какой-то из частей играл, и там такое было. Ну, в общем, я не фен этой серии, но сейчас очень хочется попробовать. Потому что кооп, как всегда. Притикалом все будет хорошо. Ну, как бы да, это некоторые игры, которые мне, в принципе, не нравятся, спасают. То есть, серии, скажем так. Far Cry 6 каждым новым роликом будто деградирует в плане визуала. У Антона будто анимации все хуже и хуже, а лицо мультяшнее и мультяшнее. Остальные не кажутся такими уж инородными. Вполне вероятно, что это типичная проблема знакомых лиц в играх. За время просмотра во все тяжкие и звонить соло, я хорошо запомнил, как двигается лицо Густава Фринга. И это не оно. Поэтому и подвох замечаешь сразу. Ну и ладно, все равно нравится, что получается. Создается впечатление, будто сюжетного будет, в принципе, немало. И атмосфера уже выше всяких похвал. На мой взгляд. Пойду, намешаю себе Куба Либры и буду тихонечко ждать на своем гамаке. Потому что на настоящую Кубу меня никто не пускает. В смысле, вообще-то можно, наверное, но пока дороговато было. Посмотрим. И у меня серьезный вопрос. А это нормально, что корейский экшен Open World с названием Докеп мне понравился? Похоже на модерновых покемонов, которые должны были появиться от самих создателей покемонов, на самом деле. Потому что они же гребут деньги такими лопатами каждый раз. А на изменения сподобились только вот недавно, по сути. Я понимаю, что не в этом прикол у покемонов. Они должны быть консервативными. Но так или иначе. Здесь какой-то безумно проработанный визуал. Ровненькие анимации. Яркая атмосфера детского праздника. Волшебство. Механик тоже тонет, судя по всему. Там и на... Можно скейте кататься. И вот прыжки какие-то в воздухе есть. И появляется кнут, типа, как у Человека-паука. В котором ты в воздухе такой качаешься, раскачиваешься. И зонтик какой-то есть. Здесь кажется, что можно все и сразу. Когда мне вот говорят про всяких биомутантов, мол, она убогая, потому что для детей делали. Но я раз за разом повторяю, для детей должно быть так же, как для взрослых, но лучше. И вот это похоже на оно. Ярко, насыщенно и современно. Правильная такая ГТА для детей. Хочется покататься вот на ламе, лонборде, громадной колотушкой дубасить монстров. Останавливает меня лишь, ну, вот, очевидно, что они же вообще вот карапузы там. Даже не чибики, а карапузы, блин. Ну, в общем, лицо отвращения к лентысту да из Гран Торино. Вот что-то такое. К прочим новостям. Бройлер Шифу, или Сифу, пёс его знает как правильно, поступит в продажу 22 февраля 22 года. В их Абзолвер я так и не поиграл, но это должно быть мега забористая штука, потому что там тыщ, тыщ, бах, хрясь. И вот вообще вот такой внутренний кунг-фу мастер готов, скорее всего, огребать. Еще один оборзевший проект занесите в список. Midnight Fight Express. Мужик явно злой и идет к вам в гости отделять от нас о кости. Такая индюшка практически про то же самое. Но делает один человек опять. Блин, одиночки сейчас такие вещи делают. Значит, космическая РТС-ка я там в Контаче... Посмотрели? Просто жесть. Потому что он еще говорит, что там попадания будут учитываться, в какой модуль людей будет высчитывать. Если попал в людей, то и все это настолько красиво. И, судя по всему, столько всего механик. Там баланс, конечно, большой вопрос. Один человек может ли потянуть? Потому что это стратегия, там, баланс это очень важно. Но пока все, что он показал, это фантастически. И вот тут тоже очень неплохо. Такие игры команды не могут делать. А тут один. Age of Empires 4 показали уже достаточный раз, чтобы даже разочароваться немного. Впрочем, мне показалось, что в новом ролике графика стала, ну, может, чуть лучше. И все не так плохо. А может, я просто уже привык к ней. Ну и решено уже было давно. Все будет нормально. Я готов попробовать. Хоть никогда особо в серию-то и не играл. РТС нынче на вес золота. Грех упускать такую возможность. Ну, главное, обвести парольчик и этих космодесантников все заспаунить. Да, они не космодесантники были. Помнишь, там можно было по паролю в Age of Empires сразу, короче, автоматчиков себе призвать. А-а-а. И с этим паролем, короче, все веселее становится играть против этих конниц, там, какой-нибудь ручников. Ну, это читерство. Может быть, я не играл никогда в том-то и делал. Ну, то есть, так потыкал в первую, может, вторую когда-то давно. Тогда же РТСки достали вот просто посюда. Потому что начинается с Дюны 2, Command & Conquer, Red Alert. И там столько всего было в те времена. Оно потом надоело. Далее Horizon Forbidden West выходит 18 февраля, как и гласили недавние слухи. Похоже, 2021 реально может стать одним из худших. Вообще-то, я думаю, это уже свершившийся факт. Осталось понять, это на уровне пробития дна или все еще терпимо. И это решится, когда выйдут Halo, Deathloop, Battle, Dying Light 2, Страж Галактики на худой конец. Вот какими они выйдут, там и будет понятно, каким вышел год в среднем. А, ну же еще у нас тут режиссерская версия Death Stranding. И она, ну, странная. Даже несмотря на то, что мне игра не понравилась оригинальная. Даже в рамках странности Кодзимы она странная. Вектор, мне кажется, правильнее наращивать системы и механики в игре. Превращая ее в эдакий уникальный open world, где можно заниматься, ну, настолько разными вещами, что аж непонятно, зачем это делать. Появились, например, рампы, на которых можно делать трюки на мотоцикле. Вот только крайне про это, ну, ладно, пускай будет. Мне понравилось больше всего, что он, этого, робота с ногами, ты на него запрыгиваешь. Подожди. И гоночные треки тоже есть. На гоночных машинках можно соревноваться. Правда, без настоящих игроков, зато с их призраками. Чтобы, естественно, вот соревновательный эффект все-таки появился. Добавки в песочницу выглядят еще более странно. Движки для мягкого спуска сверхотуры. Катапульта для грузов. Бодиботу не только увеличили грузоподъемность, но и научили таскать Сэма вместе с его грузами. А разве это не встроенные читы? С точки зрения логики норм, тебе же вроде как доставить быстрее нужный, и чем меньше сил ты потратишь, как человек, единица, да, тем лучше. При таких-то технологиях вообще обычные люди не должны доставлять грузы. Но разве это не убивает геймплей, который они сами и построили? Где сложно перебираться через ландшафты разные, снег тащится, зубчатую каменистую местность и прочую фигню. Игрокам-то не привыкать. Они часто сами себе придумывают сложности в этой игре. Мотоцикловыми машинами не пользуйся, не спортивно, других помощи не принимай, расхолаживает. Ну, видимо, чтобы хоть как-то завлечь в игру снова. Это все добавить. Ну, тоже способ. Ну, или просто людям, которые не хотели всего этого делать, но хотят увидеть историю. Да, они такие, ну ладно, решился, куплю. Как бы другого способа, наверное, бы просто у них нет. Надо как-то привлекать вот всякой дурью. Ну, как ты помнишь, самая веселая механика была в Death Stranding, и это когда ты на этих катался на крюках через эти, через зиплайны. Ну, вроде, что ускоряет процесс. Ну, да, да, я согласен. Ну, как бы... Есть еще добавки. Стрельбище с очковтирательством. Ну, то есть набиваешь очков побольше в симуляции, и потом втираешь друзьям, что-то круче. Босс-баттлы можно переигрывать. Новые миссии тоже, конечно же, будут. Вот в этой нужно раскрыть тайну странного сооружения. Редкий случай, когда придется оперировать в закрытых пространствах. Честно говоря, даже не знаю, стоит ли это все, чтобы вернуться в игру и попробовать таки получить от нее удовольствие. Ой, я опять начал брюзжать. И для меня же сделали. Лев, твой выход. Другой Лев. У меня есть друг, тоже Лев зовут. Главный фанат игры. При каждом удобном случае рассказывает, что я ничего не понял. Дураком родился, дураком умру. Смотрите, на целый ролик набралось материалы. Ну, ничего ведь. Всегда можно лучше, но я уже рад тому, что имеется. Есть надежда, что индустрия не загибается потихонечку. И тут я вспомнил Saints Row. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова